Мое фигурное катание без определенного подхода не сможет существовать. Первым делом, когда я перешла к Брайну, я сразу же ему сказала, что мне нужно восстановить организм. От бобов и гороха вареного я не в восторге. Честно говоря, ненавижу растяжку. Ироничненько получилось. Я бросаю вызов само себе. Это изучение четверного прыжка, это построить тело такое, которого у меня еще никогда в жизни не было. Собяного себе ничего не готовлю, поэтому у меня на завтрак обычно хлебцы хумус. Мне хватает. В течение дня энергия тоже пополняется. Я все-таки тоже довольно-таки много еды беру с собой на тренировки. Во время тренировки я пью всякие восстанавливающие вещи, как вот изотоники. То есть у нас спортивное питание тоже употребляется, поэтому всего хватает. Если я не завтракаю, это значит, что что-то идет не так. Потому что когда я катаюсь, тренируюсь на голодный желудок с нагрузкой, мне физически плохо становится. Я практически всю еду, которую я сама делала. Строгих ограничений нет, все зависит от времени сезона, от того, что я вообще хочу в этой жизни. Поэтому сейчас я себя ограничиваю. То, что подготовка к сезону, у меня задача привести себя максимально в форму. Поскольку я сладкоежка, приходится ограничивать себя в сладком на данный момент. Но это не всегда бывает. Всегда думаю о том, что еще приготовить с собой взять. Какой план сегодня на день, какие цели у меня сегодня на тренировку, что я сейчас буду делать в зале. То есть план устраиваю. Ее зовут Мелисса. Нашел Мелису Брайан. Потому что первым делом, когда я перешла к Брайану, я сразу же ему сказала, что мне нужно восстановить организм. Мне нужно позаниматься своим телом. В прошлом году мы занимались больше тем, какие минералы, витамины нужно принимать, чтобы восстановиться. Сейчас это, естественно, все остается. Сейчас больше фокусировка на наборе мыслей, на укреплении организма, на удалении излишков жировой ткани в организме. Поэтому задачи разные, цели разные. И те цели, которые стоят сейчас перед нами, мне больше нравятся, чем... в прошлом году. Ем я по... можно сказать даже по часам и по тому, что именно назначил мне диетолог. Мое фигурное катание без определенного подхода не сможет существовать. Да, я, естественно, тоже человек. То есть у меня бывает и объедание, и что-то запретное я съедаю. Но в основном я стараюсь очень следить за тем, что я ем. Морепродукты сейчас ем, потому что протеин в банке, конечно, все хорошо, но нужно чего-то набирать именно натурального. А от бобов и гороха вареного я не в восторге. Представлять из себя просто идеального человека... Я не пытаюсь и не хочу, наверное. Потому что знаю, что нету идеальных людей. И все мы люди, и иногда мы съедаем кусок пиццы на ночь. Багажники у нас. Трава для морских свинок. Обычный, типичный плейлист. Билли Али, Шакиря, Бейонсе, Бейонсе, Бендерекса, Бэкстрит Бои. Ариана Гранде. Я немножко сейчас пытаюсь себя подготовить к работе. Честно говоря, ненавижу растяжку. Прямо прям не люблю ужас. Не потому что скучно, а потому что у меня тело такое, ну, не совсем гибкое. И сколько я его не тяни, то есть, ну, результатов минимум. То есть я могу неделю вот так вот складывать в складочку, и у меня результат будет только вот на сантиметр ниже. Без этого никак, конечно, я не могу потом восстановиться нормально, если я не растягиваюсь. Ну, мне всегда, то есть, ткани тела, так сказать, не были очень эластичными. То есть, ну, серединка наполовинку, то есть, такое среднее. То есть есть свои плюсы, есть какие-то преимущества. У меня ноги в сторону поднимаются хорошо. То, что я делаю сейчас, мне это приносит удовольствие. Я просто понимаю, если бы я не хотела бы находиться здесь сейчас и вот этим вот всем заниматься, я бы этого не делала. То есть меня действительно никто не держит сейчас здесь. Что-то, конечно же, детят, но не насильно. То есть это свои моральные устои уже, это уже свое личное желание, своя инициатива. У меня есть тренеры, у меня есть прекрасные наставники, к которым я всегда могу обратиться и за помощью, и за поддержкой. И если мне что-то тяжело или что-то меня тревожит, я могу запросто пойти к Брайану Стрейси, закрыть дверь и высказать все, что у меня вот в душе. И не только по спорту, но и личное тоже, конечно же, потому что одно от другого сильно зависит. Когда что-то в жизни происходит, естественно, это на мне. На меня это всегда отражается на льду. То есть Брайан сразу же видит, мол, что случилось? Что случилось? И тут уже от меня зависит, хочу ли я об этом говорить или нет. В основном хочу, всегда Брайану рассказываю, если что-то не так. Здесь зависит не от того, что русский, канадец, не знаю, китаец, японец, кореец, итальянец. Здесь зависит от того, спортсмен или нет. То есть спортсмен, спортсмена понимает. От Брайан двукратный серебряный олимпийский призер. Поэтому меня, как никто понимает, ироничненько получилось. Боже, простите. Считаю, что тренер должен знать. В зависимости от того, что происходит с организмом и со строением, нужно устраивать порядок дня или отношения, или как-то успокоить, или наоборот приободрить человека. То есть это очень важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я взяла вот такую вот, полуторилитровую. И вот эта, по-моему, вкусная была, да? Первый выходной вообще, когда я сюда приехала, первый выходной, мы с Джейсоном Брауном поехали к Сейн-Тауэр. И просто посмотрели, город вокруг, конечно, отличается очень от Москвы, вообще от России, вот вообще от России. Но в даунтауне я была всего раза три, наверное, за все это время. И я говорю, вот если меня кто-то позовет или кто-то даже насильно потащит, то я поеду. А так, была бы моя воля дома сидела бы. Конечно, в Москве и вообще в России мне намного комфортнее. То есть я чувствую себя... Я не чувствую себя дома, я дома. Больше я, наверное, скучаю по людям, которые в Москве находят. Слава богу, сейчас есть интернет, и мы можем быть на связи каждый день. Для меня Торонто – это место работы, все-таки, да, я работаю здесь. Жить, наверное, здесь, но нет. Я очень рада, что у меня получилось поехать в Москву. Именно потому что знаю, как фанаты ждут, политики переживают, ждут. Очень хотели, чтобы я приехала именно в Россию. Вот так и получилось. А Канада – это удобно для нас всех, то есть для Брайана, для Трейса, для меня. Знаете, люди почему-то всегда воспринимают кто-то против кого-то, что-то против кого-то. Я против себя, поэтому давайте так, наверное. Потому что немножко мне... Ну, я подустала от этого всего, что Медведева против кого-то. Медведева против Загитовой, Медведева против Трусовой. На следующий год будет Медведева против кого-то. Да, давайте Медведева против Медведевой. И это то, чем я сейчас занимаюсь. То есть я бросаю вызов само себе. Это изучение четверного прыжка. Это построить тело такое, которое у меня еще никогда в жизни не было. Чтобы я смотрела на себя в зеркало и любила саму себя. И чтобы я нравилась себе. И это действительно очень сложно. Это очень большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени, чтобы думать, что я против кого-то. Потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!